Легли спать. Тут ракеты летят. Уже два прилета было. Пишут еще летит. Это тоже на Харьков летит. Что долго летит? Летит быстро. Пишут минута две. Сразу взрыв. Уже минуту летит. Мне кажется, что где-то вдалеке было. Мы первый раз легли. Окна закрыли. Холодно ж уже. Как гэхнуло. Я в окна пошла, открыла. И давай переписываться со всеми. У вас нормально. У вас нормально. Каждый друг дружке пишет. Вторая следом. Давай, София, мы уже уйдем. Мам, не, не, у меня ноги болят. Я держу. Как вот это надоедает? Ты лег, только начинаешь засыпать. И тебе надо вскакивать, куда-то бежать. У нас когда Камила, я говорю, мы всегда с Софией договариваемся. Я говорю, если Камила у нас ночует, я говорю, вдруг что-то, вдруг прилет, пожар. Смотри, на тебе Мики, на мне Камила. Ну, я ж не могу всех, говорю, ну, вместе все. Ну, ты, я говорю, отвечаешь за Мики. Я говорю, я хватаю Камилу на руки, а ты Мики. И мы тогда там будем бежать. А если по лестнице пожара? Ну, куда-то бежать будем. Очень странно. Первая, которая тогда вылетела. Что? До сих пор не помню. О, и сейчас... Мики нервничает. Тихо, Мики. Тихо. Еще летит. Это третья? Я не понял. Это было три. Сейчас четвертая летит. Нет. Тогда вылетела одна, за ней вторая. А эта вылетела за ней третья. Три прилета уже было. Сейчас будет четвертая. Четыре было прилета. Первый, второй с папой, когда мы разорвали, и сейчас два было. Два? У меня один послышался. Он двойной. Их же две ракеты было. Да, это просто одна за другой летит. Ну, так одна за другой, и они две бахнули. Это Микузька так нервничает. А ну, что же страшно? Думаешь, она отстра еще летит, еще вылетит. О, сколько уже? Вставай, София. Просят пройти в укрычья. Давай. Пожалуйста, она летит. Пошли. Мам, ну не ко мне летит. Ну, а кому она летит? Она летит... Непонятно кому. Иди сюда. Наташа в Киеве. Они в ванной спят. Стелят малому в ванной. Это подружка моя Наталка. Привет. И внучку стелят, когда у них обстрел тоже в ванной стелят. Вот. Уважаться, если обстрел ночью спят. Там обнимают малого. Стой тут, стой. Постой там, постой. Тут уже стоишь, тут зеркала. Спрятался. Как это сверху еще никто не бегает. Обычно, когда прилет, у нас соседи сразу бегут в туалет. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Слышно. Побежали. Тишина. Бачок смылся. У людей на нервной почве начинается срачка-рыгачка. Софиш-то плоховато в нее, да? У нее этот... Померили температуру вечером. От ноги выкручивает. 0,007. 9 минут. 2 минуты уже прошло. Что там? Что там? Уже улетела. Упала на границе с Белогородом. Все. Выходим с укротяши. Можно идти ложиться. Пишут, дым идет. Где-то над городом дым идет. Вот сейчас, представляете, куда-то, если прилетела в дом, люди горят, маленькие дети, старики. Ну, вообще, любые люди. Вот это... Ты уснул, просыпаешься от взрыва. Буду и отключаться до утра. Утром, девочки, включусь. Дай Бог, будет все нормально. Я не решусь клакать. Еще вылет. Еще вылет. 0,0011. Вспышка? Я не знаю. Это телефон я посвятила. София Лягласнова. Вот так детям, вот это полночи ты не спишь. Ты дети, а с утра, а в 7 утра вставай на уроки. Ну, кстати, вспышек не видно. Ну, где-то в другом месте. Ой, как помню, у нас в Мирнограде эти были вспышки. Зимой, когда помнишь, что были обстрелы. Я помню. Ты просыпаешься от вспышки. У меня же спальня, но выходит обзор такой раз. Я помню, я лежу с этой глазами, она как плывала в глаза. Я что-то была уверена, что это у меня телефон-фонарик. Ага. Это у меня резко в голове думала. У меня уже давно не айфон, это не фонарик. Я потом услышала и поняла, что это было. Да, потом мы уже вскакивали, когда был. Ты вспышку видишь, сразу вскакиваешь и в коридор шутаешь. Что-то еще? Да нет. Ага, то и папе пишу. У меня уж нет телеграммы, я ему сообщаю, еще летит. Ой. Уже две минуты летит. Может, снова там упадете, там уже собьют. Да, хорошо. Я уже попрощалась снова с вами, болтаю. Кстати, вам спасибо всем, девочки, кто сегодня, София, вечером читала комментарии, вашу поддержку. Да, Софийка? Девочки, тебя хвалили. Ты молодец, умничка. И не говори на себя, что ты некрасивая. Микучка, ты пришла ко мне? Ой. А я сегодня не подготовила. Ладно, здесь. Я обычно подготавливаю. У меня рюкзак, там все документы. Поводок, поводок, ошейник, вы поняли. Все до кучи в карманчике, чтобы хватать, если что, выбегать. Все было до кучи собрано. Наверное, где-то упала. Наверное, упала. Может, это я не долго сидела. Ладно, я сижу до включения. Упала, девочки. Снова упала. Так, вот это я вот так готовлю, потому что в попыхах никто Микки одевать не будет. Вот так, все. Чемодан собранный. Это так, документы. А так, в чем стоял, в том и будешь. Не дай бог. Все. Всем доброе утро. Мы проснулись. Нормально все. Слава богу. Еще буду... Да, прилет во сколько? Четыре... Четыре утра. Четыре с чем-то было. Да. Я на часы не могу. Про Соню не поймешь, сколько времени. Но сильно воняет гарью. Это ночью. Ночью, да. Прилет был. И в дыму такое все было. Я с вами поговорила. В окно так посмотрела. Воняло гарью. И сейчас выглянула в окно. Все воняет. Прям все в дыму. Да. Ой, ребятки. Ты нормально? Нет. Плохо тебе, да? Нет. Температуру померяй. Что София температуру померила 37,3. И говорит, ноги что у нее крутят? Ни кашля нету. Ничего у нее... Ну, ни насморка. Ничего нету. Я машинку встала, уже включила. Сейчас будем постели убирать. В общем, что-то да, ребятки. С вами прощаюсь. Вечером вам смонтировала... Ну, там еще гляну, сейчас проверю. Боево вчера два раза перезагружала ночью. Все, авторские права. В общем, видео такое для души. Посмотрите хорошее видео. Немножко отвлекитесь от... Вот этой всей нашей тяжелой обстановки. Надеюсь, вам понравится. Все тогда. Берегите себя. До вечера тогда, раз видео к вам выйдет. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok